В Омске прошло епархиальное собрание, подводящее итоги уходящего года и обозначающее задачи на будущее. Особое внимание было уделено вопросам работы с подрастающим поколением, созданию детских садов при храмах и работе воскресных школ. Сюжет наших омских коллег. Во вступительном слове митрополит Омский Таврический Владимир представил повестку заседания и вручил настоятелям храмов свидетельство об аттестации приходских воскресных школ. В епархии проходит аттестация воскресных школ. Уже на данный момент аттестовало у нас 9 воскресных школ. Они сегодня получили свидетельство из рук Владимира Митрополита. Работа эта началась с ноября месяца текущего года. Будет продолжена до 1 декабря 2016 года. Работа выявила, конечно, некоторые трудности, которые будут преодолены в результате организованных курсов для преподавателей воскресных школ. И помещение квалификации в написании программ. Потому что это наибольшее затруднение. Ну и думаем, что завершим мы аттестацию составлением реестра 1 декабря 2016 года. Те работы, которые ведутся в результате аттестации, они, конечно, способствуют мобилизации приходы и воскресной школы, и выведении на новый уровень. Своё выступление отец Дмитрий продолжил отчётом об областных рождественских чтениях, традиции и инновации, культура общества, личность, ставших заметным явлением в общественной жизни всей области. В результате этого мероприятия 2700 человек заслушали 670 докладов на 18 секциях, 20 подсекциях, круглых столах, отеческих чтениях и приняли участие в фестивале творческих проектов «Держава». Поднимались вопросы о проведении новогодних молебнов, о празднике Крещения Господня, о курсах повышения квалификации для церковных работников, катехизаторов, свечниц и продавцов. Также Владыка Владимир поднял вопрос об организации на приходах детских центров. Хочется отметить вопрос касательно детских садов, которые будут организованы при храмах. Особое внимание высокопреосвященнейший Владимир Матрополит Омский-Таврический уделил этому вопросу. Здесь приведен, в пример, уже действующий сад. И для священников была выдвинута информация, чтобы они у себя на приходах озаботились этим вопросом. В ходе собрания поднимались и другие вопросы, касающиеся жизни епархии и приходов. Такое подведение итогов уходящего года помогает понять, что для достижения любого доброго дела необходим упорный и нелегкий труд.